Позвольте мне задать вот такой вот первый вопрос вам. В некотором смысле по следам вчерашних разговоров в эфире с вашими коллегами, с Олегом Ждановым и Сергеем Грабским, которых вы наверняка хорошо знаете. И у того, и у другого в достаточно осторожной форме прозвучала мысль о том, что наступление российской армии на Донбассе начинает выдыхаться. Готовы вы с этим согласиться? Я бы так сказал, что у российской армии сейчас меньше ресурсов. И действительно, такой высокой интенсивности боевые действия невозможно продолжать, например, полгода. Эти боевые действия особенно интенсивно начались с так называемой большой битвой за Донбасс. Мы наблюдаем это уже с конца апреля. Был май очень интенсивный. И сейчас уже июнь. И естественно, даже те интервалы, которые мы видим между атаками интенсивными, потом перегруппировкой, восполнением ресурсов и новыми атаками, они увеличиваются. Это означает, что действительно враг выдыхается. Сейчас мы наблюдаем, что украинские войска начали контратаковать сразу на нескольких направлениях. Сейчас идут данные, что и на Харьковском направлении, и на Херсонском, и на Донецком. Естественно, на нескольких направлениях идут контрнаступательные и, скажем так, встречные бои уже в некоторых местах. То есть получается, что российские войска начинают меньше наступать, украинские войска начинают больше наступать. Это то, что мы прогнозировали. В принципе, действительно, дальше российская сторона, видимо, будет пытаться перевести боевые действия больше в позиционные бои, а украинская армия будет пытаться проводить все больше и больше контраступательных действий. И мы надеемся, с поступлением и концентрацией западного вооружения, которое вот-вот должно уже случиться в ближайшее время, украинской армии такие возможности будут. Ну, кстати, Олег Жданов также говорил о том, что, скорее всего, контрнаступление мощной Украины переносится примерно на август месяц. Что скажете вы касательно этой информации? Потому что мы понимаем, что поставки тяжелого вооружения, они пока что задерживаются, пока что их нет. Сначала говорили, что в июне, потом в июле, вот теперь уже, по некоторым данным, август месяц. Ну, я думаю, что поставки, они идут, они идут постоянно, и новое вооружение появляется на разных фронтах. Я бы не ждал такого большого наступления вооруженных сил Украины. Все же я склонен считать, что будут именно контраступательные действия на разных направлениях. Именно вот, например, берем Херсонское направление. Там есть возможность все же более успешно проводить наши операции. И поэтому, почему бы там не начать наступление раньше, чем август, не дожидаясь того, когда все вооруженные силы, скажем так, вся группировка будет к этому готова. Конечно же, я думаю, что украинская армия будет расшатывать ситуацию на фронтах, на различных направлениях, пытаясь найти слабые места противника. И там, где удастся его действительно расшатать и пробить, откинуть, скажем так, там и будет вестись более успешно и более быстро на контрнаступление, а дальше наступление. А там, где противник будет пытаться перевести ситуацию позиционной бои на Донбассе, это сделать легче всего, потому что там за 8 лет не только украинская армия подготовила оборонительные позиции, но и Россия занималась этим же процессом. Поэтому я думаю, что как раз на Донбассе ситуация может перейти в позиционные бои, а вот как раз на Харьковском, Херсонском, возможно, и Запорожском, то есть Мелитопольском, я бы так назвал, направлении ситуация может быть более удачной для нас. Фронт. Политика. Экономика. ЖИТЬЯ. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20.30. Ютуб-канал «Украина-24». Субтитры создавал DimaTorzok